Окружным депутатам нового созыва предстоит принять закон о выкупе аварийного жилья. Проект документа, который уже принят администрации региона, подразумевает, что денежные выплаты могут быть направлены на приобретение в собственность готового жилья, либо на приобретение жилья путем долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Тему продолжит Алина Вучейская. Иван Пономаренко охотно демонстрирует на камеру, в каком состоянии находится придомовая территория. Пол у входа в подъезд проваливается, а дыры у выгребных ям жители прикрывают подручными средствами. Вот это вот положенные доски, уже все размокло, вот туда-сюда, а вот это выгребная яма. Значит, что? Сейчас это все размокнет, будет кто-то под домом в выгребной яме. Инвалид живет тут. Причем аналогичная картина по периметру всего дома. Непонятно, как сорокалетняя деревяшка вообще не обвалилась. Фундамент давно прогнил. Не мадрено ведь под строением озера из канализационных стоков. Все сливается, все сливается под дом, все под дом. Даже я смотрела вот у нас осмотр этого дома, да, нашего, там все прогнило, все доски вот просто вот такие вот. Нам сказали, говорят, ну если будете падать, то будете падать в эту сторону. Многочисленные письма в местную администрацию и звонки, и визиты в управляющую компанию эффекта не дают. Чиновники владельцев квартир попросту игнорируют. Ну а коммунальщики лишь кормят обещаниями. Ремонт даже никакого, ноль. Вот. Все обещают. Все валятся, эти крыльца и все под домом, все дырки, все вот это вот. Вот. С понедельника, с понедельника получим цемент и до сих пор. Дом признан аварийным. По программе переселения из ветхого и аварийного жилья его должны расселить до 2022 года. Только вот большой вопрос, продержится ли деревяшка еще 4 года. Причем такие случаи сплошь да рядом. С аналогичной проблемой сталкиваются жители улиц Южная и Пионерская. Чтобы как можно быстрее закрыть вопрос с подобными домами, в администрации Ненецкого округа разработали закон о выкупе жилья в аварийных строениях. Этот законопроект, конечно, даст нагрузку для бюджета. Все понимают, что выкуп квартир будет проводиться по стоимости квадратных метров, которые утверждаются Минстроем ежеквартально. Переселение граждан у нас всегда было приоритетной задачей, но в то же время сейчас еще в 204 указе президента тоже большое внимание уделено как раз расселению ветхого аварийного жилья. Поэтому мы считаем, что этот закон своевременный. Если законопроект одобрят депутаты местного парламента, то уже с 1 января 2019 года собственники жилья, признанного аварийным, смогут продать свои квартиры в администрацию региона. Полученные средства можно будет потратить на приобретение готового жилья или вложить в долевое строительство. Ну а те, кто уже имеет в собственности другие жилые помещения, смогут распорядиться компенсацией по своему усмотрению.